Индивидуальная одноразовая грелка Теплоид. Привет с вами Легит и хорошего вам настроения. Буквально в моем прошлом видео в общей распаковке могли видеть вот эту оранжевую коробочку, которая заинтересовала некоторых моих зрителей и попросили сделать на нее отдельный обзор. Ну собственно здесь особо как бы серьезного так сказать рассказать нечего. И тем не менее уже самому интересно испытать что это все же такое. Индивидуальная одноразовая грелка Теплоид согреет без огня, без топлива, без электричества, активируется воздухом. Согласитесь кто не в теме звучит достаточно интригующе. Вот так вот на коробке нарисовано где эта штука в основном может применяться. То есть где-то в походах, на рыбалке, здесь какой-то тоже наверное пишет прогулки, на лыжах, для постовых гаишников, для медработников, для дальнобойщиков, водителей. Вот такая вот коробка. Коробки бывают ребятки разные. Это конкретно на 20 штук весом 880 грамм. И вот на задней стороне как раз таки идет объяснение что это такое. Теплоид это автономный источник тепла, индивидуальная одноразовая грелка. Наполнитель содержит только натуральные компоненты, поставляясь уже готовые к использованию. Не требует батареек, предварительной зарядки или заправки топливом. Достигает рабочей температуры через 10-20 минут после извлечения из индивидуальной герметичной упаковки. И обратите внимание какой-то необычный и простой состав. Вы думаете как это все работает. Потому что состав здесь порошок железа, вода, активированный уголь и природные какие-то минералы. О каких истории умалчивает. Давайте уже вскроем. Упаковки, как я сказал, бывают разные. Бывают побольше. Бывают, по-моему, 10 штук. Бывают, по-моему, 40-60, что-то такое. Вот такие вот пакетики. Пакетики относительно небольшие. Для того, чтобы их можно было куда-то поместить в варежки, в обувь. Что удивительно, здесь написано, что время работать до 6 часов. А, ну вот здесь вот написано, время работать до 6 часов, средняя температура 50 градусов Цельсия. Также здесь повторная информация, способ применения, меры предосторожности. Можете поставить на паузу и почитать. И какая масса, состав, тому подобное. И что срок годности 2 года. 2 года в сухом помещении. Вот от такой до такой температуры. И вот дата производства. То есть в августе 2021 года. Итак, ребятки, собственно, способ применения. Вскройте пакет непосредственно перед использованием. Извлеките грелку. Слегка разомните, на воздухе начнется процесс образования тепла. Поместите во внутренние карманы одежды или в перчатку. А, ну вот, кстати, такой вот тоже важный момент, что перед использованием температура грелки должна быть выше 0 градусов. То есть если вы в мороз с этим всем займетесь, возможно, такого процесса не будет. Полный нагрев происходит через 10-20 минут, о чем мы уже прочли. При досрочном остывании повторно разомните грелку, ну, чтобы реакция продолжилась. И после использования, что здорово, утилизируйте как обычный бытовой мусор. Это здорово, что здесь нет никаких каких-то химических, как вот здесь вот где-то было написано, без запахов, без токсинов. То есть состав самый простой. Опять же, природные минералы, какие точно не указаны. Ну, раз природа, значит, все в порядке. Давайте сейчас это все продемонстрируем, попробуем. Я взял специально вот первый пираметр, то есть замерять температуру. И мы измерим, то есть подождем, сейчас вот вскроем, засеку время. Через 10-20 минут начну измерять, ну, и в процессе, возможно, и буду вам говорить, как есть. Ребятки, подготовил здесь все даже тарелочку, потому что не знаю, что это и как. Ну, так, чтобы нагляднее и более красиво. Вот так это все смотрится. Вот такой, знаете, как плотный чайный пакетик. Давайте его помнем всячески. Все, кладем. Сейчас у нас время 14.02, где-то через 15 минут. Давайте в 18-20 минут мы посмотрим, как она согреется. Ну, и сейчас со временем будут замерять и показывать, в какое время я измерял. Сейчас для понимания его температура 25 градусов. Вот, 24. Кстати, греется, ребятки, уже греется. Он уже немножко согрелся. Он реально уже теплый. Для понимания, вот температура тарелки 17. То есть он тоже был где-то там 18 градусов. Уже 26, смотрите. Итак, ребятки, прошло ровно 15 минут. Там указано на инструкции, что 15-20 минут. Но давайте как раз через 15 минут замерим. Потому что когда мы привели эту греуку в действие, было 14.02. Сейчас 14.17, то есть 15 минут прошло. Давайте измерим, сколько у нее сейчас температура. 30, 34, 33 градуса. Для понимания, я сейчас 28-29, да? Ну, обычная температура. Что ж, давайте подождем еще 5 минут. Ну, уже такая тепленькая. То есть ощущается, как прям тепленькая. Ну, конечно, не 50 градусов. То есть просто тепленькая. Итак, ребятки, прошло по факту 20 минут. Ну, такой вот, чуть тепленький. Как температура тела человека. Приблизительно так. Где-то 34, 36 градусов. Где-то 37. 37. Конечно, 50 градусов. Пока и намека нету, что он будет как-то 50 градусов. Просто теплый, теплый пакет. Не знаю, как он в мороз, в температуру остынет или не остынет. Или будет таким теплым. Ну, хотя если даже вот такой, просто он будет держать такую температуру. Где-то в варежках будет, в принципе, согревать. Но по ощущению, как будто он не постепенно становится теплее. Может быть, потому что он на тарелке. О, кстати, тарелка теплая. Может, потому что он на тарелке лежит как-то. Может, если его к телу прижать, он быстрее будет нагреваться. Вот так вот сейчас я его держу. В принципе, да, он греет как бы. Вот он, 37-38 градусов. В общем, ребятки, сейчас уже прошло около 36 минут после активации данной грелки. И что могу сказать, температура по ощущению особо не поднялась. Она вот где-то в среднем, можно сказать, 35 градусов. Где-то по краям иногда она там дает 39 даже. Но в целом она просто как, знаете, теплая хорошая такая рука, которая тебя согреет, может быть, в варежках, в перчатках или во внутренних карманах. Главное, чтобы эта штука держала во время мороза свое тепло. Ну, по идее, здесь как бы идет тепло за счет смешивания, я как понимаю, некоторых реагентов. Но уже на самом деле нет ощущения, что температура поднимется до заявленных 50 градусов. Некоторые комментеры во вчерашней моей распаковке написали какой-то бред по поводу 50 градусов. Не знаю, может, я из другой планеты. Видимо, человек далек немножко от понимания температуры. Может быть, для него вот эти 30 градусов, может быть, даже для него вот эти 37 градусов будут просто ужасно обжигающие. В общем, ребятки, говорю, как есть, такой вот чуть тепленький пакетик. Если он не будет остывать в мороз и вот так вот во внутренний карман положить, то это как бы дополнительное согревание, как если бы вы прижались к какому-нибудь человеку, к примеру. Или как если бы вы держали кого-то за руку. То есть вот таким вот образом можно отогреваться. Ну, как сами понимаете, здесь вот до 40 градусов, ну, 37-35, ну, то есть не так, чтобы прям пар, знаете, шел от нее. Стоит ли их брать, не знаю. Сейчас морозов нет, и продемонстрировать ее в холодильнике, в морозильнике, к сожалению, нет возможности. А дождаться зимы, ну, возможно, когда начнутся морозы, где-нибудь в Инстаграме выложу свой отзыв уже именно непосредственно в процессе ее эксплуатации, в тех условиях, для которых она предназначена. Это 38 градусов, то есть это чуть теплее, чем температура тела человека. Хотя вот смотрите, ребятки, температура даже вот сейчас сколько времени прошло? 14.46, 14.03 где-то мы привели это все в действие. И вот сейчас температура даже поднималась до 42 градусов. Сейчас немножко теплее стало все-таки на пару градусов, и это уже ощутимо, уже потеплее. До 42, вот сейчас просто у меня слетел вот этот параметр максимальный, с новым измерением. До 42 поднималась. Может быть разница в 3 градуса от прошлого, но уже как бы да, уже как бы теплее, уже как бы греет. Где-то до 43, видите, о, 43.5 было максимально. Может быть она как раз дойдет до пика через, не знаю, через час. Вот, и начнет потом остывать, может быть как-то так это действует. Ровно 50 минут назад мы активировали вот эту вот грелку. И сейчас уже спустя 50 минут, вот, видите, через 53, вот, я прям сейчас рукой чувствую, что она прям стала теплее, прям значительно теплее. И уже даже, можно сказать, согревает. Ну, конечно, прям и близко не обжигает, нет, просто такая тепленькая, которая уже способна, наверное, согреть руки зимой. Смотрите, 46.6, даже температура поднималась. В принципе, еще 4 градуса, и мы наберем заявленные 50. Скорее всего, действительно, она в течение часа доходит до 50 градусов Цельсия. Пока вот 46.6 максимальная температура, которую у нас получилось достичь. Вот, ребят, сейчас 15.35, ну, где-то 15 минут назад данная грелка достигла вот 51.2, видите, 51.8. То есть, действительно, она нагревается до 50, даже чуть выше градусов, вот, 51.5, 51.8. То есть, до 52 градусов она может, в принципе, подняться. 52.52, то есть, заявленная, в принципе, температура соответствует. Единственное, что заявленное время разогрева не совсем соответствует, прям от слова совсем. Так что, если захотите использовать данную грелку, где-то за 35-40 минут ее лучше заранее активировать. Ну, такая вот тепленькая, уже действительно, которая может согреть. Ну, такая прям тепленькая, не горячая и близко не горячая, просто тепленькая, которая держит температуру вот уже в пределах около 50 градусов. Ну, вот, ребятки, прошло практически 5 часов и температура данной грелки составляет около 45 градусов. И она вот так вот стабильно держится и иногда немножко подостывает, где-то до 40 градусов. Немножко ее помнешь и она опять начинает вот так вот разогреваться, где-то до 45-46 градусов. В целом, вещь действительно полезна и полностью соответствует, ну, практически полностью соответствует заявленному здесь характеристиках. Единственное, что тут написано, что 10-20 минут время ее, так скажем, разогрева подготовки. Но, по факту, максимальная температура она достигает где-то через полчаса, даже 35-40 минут. Может ли такая штука быть полезной и действительно согреться в мороз, то, в принципе, почему бы нет? Куда-нибудь ее в рукавичке, в сапоги, в карманы, во внутренние карманы, да и вполне. Около 50 градусов она реально держит, наверное, около 2 часов. Вот 50 градусов она держала, 52 даже было, 53 даже градусов поднималась. Вот, ну, в среднем ее температура 44-45, вот так она стабильно держит. То есть, такая вот тепленькая и согревающая. Ссылку на этот комплект, где я его покупал на Алиэкспрессе, я оставлю в описании под этим видео. Именно поэтому переходите, заказывайте. По-моему, прикольная штука. Ну, я надеюсь, это видео вам было полезно. Если так, то для меня будет лучше благодарность, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятные комментарии замотивируют меня еще больше стараться для вас. Тебе пустяка мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока! Продолжение следует...